Итак, всех приветствую, ребят! С вами Император Прайм. И сегодня мы поговорим о такой щепетильной теме, как проект Армата, ребят. В первую очередь хочу отметить, что многие знают меня, да. Изначально скажу, что в эту игру я играю около двух лет. Потратил реально пару лет своей жизни в этой игре. Отписывал в техподдержку о всяких багах, глюках, чтобы какие-то фишки быстро убирались, да. И люди комфортно могли играть. Также писал всякие интересные статьи на форуме по поводу, что надо для того, чтобы игра улучшилась. Конечно, некоторые такие на форуме мои статьи удалялись почему-то. Вот, поэтому как бы вот так вот тоже не очень хорошо. С одной стороны. Плюс то, что там как бы старался, чтобы в спорте, да, в киберспорте игра тоже развивалась. Участвовал в этом движении. Ну и всячески как бы создавал, создал альянс. Новок, все знают этот альянс. Тоже, чтобы как-то в игре больше людей было. Интересно было тем людям, которые играют. Вот для них альянс. Вот для вас то, то, то и все остальное. При этом я потратил два года своей жизни в игре. Вот. Заметьте, что за это мне как бы, ну, конкретно никто деньги не платил мне за эту всю фишку. Поэтому это чисто личное мое время. Никто мне в конверте точно ничего, короче, этот не пересылал. Вот. Как бы вот так вот. Тем не менее, у нас сегодня будет жесткая тема. Она связана с тем, что происходит в данный момент. И я как один из стримеров не мог стоять в стороне. Вот. И хотел бы тоже внести, как бы сказать, свое слово. Поэтому в первую очередь, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что многие люди просто уходят из игры. Конкретно уходят из игры. И прям капец. Даже, честно, я. Одна из причин. Я тоже, не то что, ну, практически ушел из игры. И теперь занимаюсь другим проектом. А что делать? На самом деле, для канала ничего нету. Никаких дальнейших развитий. Потому что, я считаю, что сами разработчики как-то, ну, неправильно относятся. Неправильно делают игру. И поэтому ничего в ней нет. Ни боев для альянсов. Ни брони ОБТ. И множество таких других факторов. То есть, игра была классная, когда было обновление 0.18. И это разработчики прекрасно знают. И все, если вернут. То, я говорю, что даже я. Я вернусь, и все остальные игроки, и топовые, и стримеры, все вернутся. Хочу сказать, что... Еще одну такую тему, связанную с орлами. Что происходит с этими орлами, честно, не знаю. После того, как я получил вот объект 640. У меня на стриме, вот я вчера за 3 часа заработал 50 орлов. Ребят, 50 орлов заработал. При этом, я выполнил 16 вот этих миссий. 16 этих, 16 этих. Особая миссия Амигос, ребята, остались. Вот они, короче. Вот, раз, два и три миссии. Ну, буквально тут я и две выполнил. У меня сейчас 126 орлов есть. И орлы тоже не капают. Каким-то образом. Меня убило 1-2 орела, учитывая, что я в топе. Опять же, это все рандомно. Хотя было написано от разработчиков, что, короче, чем круче ты там опыт получаешь, тем больше ты орлов получаешь. От 1 до 100. Но за... Даже вот в последнее время стримов, 3 часа стримил. В топе был, короче, по опыту, по всему. Я ни разу даже 5 орлов не получил. 5. Что это происходит? Почему, короче, такая вот фигня? Было написано, что конкретно. Вот такая, такая, вот за это, за это. То есть, никаких даже 20 или 50 орлов не идет речи. Не знаю. Все говорят, что снова после 640, когда получаешь, ничего не идет. Дальше, короче, ребят. С этой фигней, короче, понятно. Это я просто к слову также рассказываю. Теперь вернемся мы к следующему. Видите? Возвращайте друзей и участвуй во всякой херне, короче. Сейчас. Вот. Возвращай всех пацанов. И будет вам, короче, счастье. Как бы тема связана однозначно с тем, для того, чтобы повысить, короче, онлайн. Потому что, на самом деле, с онлайном очень все плохо. Вот эта тема, да, вы выиграете, там, клавиатуры, мышки, там, вот, точнее, гарнитуру, да, вот клавиатура, гарнитура, мышка, 30 дней према, туда-сюда. Вот, вот, вот такая вот фигня, короче. Вот. Вчера, вот, попробовал вернуться, поиграл по трачаса, ужасные сливы, решил опять завязать с этой игрой. Такие тупые непробития были, что даже нет эмоций. Одни слюни и матерные слова типа того. Поэтому, ну, читать это все не будем, все это понятно. Это так, к слову. Вот. Следующие факторы, которые я заметил. Вернемся к стримерам и людей, которые что-то делали для игры. Ну, которые, стримеры просто стримят, катаются, там, стреляют и все. И которые именно занимались, там, как я, в принципе, да, там, снимали видео, отписывали, там, старались как-то, там, для проекта. Вододелы и хрень, как их там правильно называют, без разницы. Хрень, похрен, дело не в этом вообще. Поехали. Я начну слева направо. Спецназ ГРУ, короче, если не ошибаюсь, по-моему, спант он там. Я-то не смотрел, я просто, у меня выбивает, вот видите, короче, выбивает, кто там стримит, там, стримеры. Поэтому я выбрал тех, которые, в принципе, знаю. А, Смолдера, ну, Смолдера я не выбирал, я не знаю, хотя можно будет потом посмотреть, вообще делать что-нибудь. В первую очередь, ушел из АВ. Видите, короче, вот, видео переключаю. Последнее, один день назад, и вот человек стримил оптимизацию и баланс в игре. Матчмейкер просто в хлам убивает, вот честно, в хлам убивает, блин. Объясняю еще раз. Если дойдет видео до разработчиков, они это увидят. Я хочу, чтобы вы понимали, видео не для того, чтобы там оскорбить, там, или еще что-то там. А для того, чтобы вы понимали, что происходит, может, вы просто, ну, я не знаю, не в курсе, но вы, чтобы понимали. Матчмейкер, на самом деле, его не существует в игре. Он есть на вашу, по-вашему, ну, понятно. Ну, по мнению игроков, его нет. Объясняю. Я каждый раз стримлю. У меня в одной команде статисты одни, в другой, короче, раки. Ну, так как я скажу. Ну, слабые игроки, да. И как они просто за три минуты исчезают. Ну, как можно играть? Эти просто убивают, их вот так на счет. И все, их нету. Плюс, очень плохой баланс, потому что онлайна нет. Поэтому сейчас разыгрываются и мышки, и все остальное, мне кажется. Ну, я так думаю. Матчмейкер не может подобрать конкретно баланс. А как он может подобрать баланс, когда не с кого подбирать? Я смотрю топовые альянсы. Смотрю, один-два человека максимум, короче, в бою. А то и бывает вообще по одному человеку с каждой командой. Из 30 человек два статиста только. Даже тащить некому. И когда ты, даже если я там этот, стреляю, охрененно играю, и в конечном результате остаюсь один против 10. А что я могу сделать? Ну, ничего. Это все на стримах видно. Как бы вот так вот. Ничего. Потом матчмейкер. Оптимизация. Потому что я вот даже вижу в видео последнее оптимизация и баланс. Неделю назад человек играл. В данный момент он через неделю снял видео. Ушел из АВ. Поэтому вот. Можете сами посмотреть потом видосик, если интересно. Ушел из АВ и сказал, я год занимаюсь и тут ничего нет. Тут 3-6 тысяч за год. Это ни о чем. Ни о чем, ребят. Даже у других стримеров тоже ни о чем. Я сейчас буду показывать. Поэтому вот человек один ушел. То есть топовый игрок ушел. Дальше. Возьмем Снейка. Писали мне вчера на стриме, типа Снейк не стримит. Думаю, как это Снейк не стримит? Снейк стримит каждый день. Думаю, там это у всех ездит, убивает туда-сюда. Но, увы, как бы нет на самом деле. Видите, 2 недели назад, короче. То есть Армитка 100%. Там, короче. И то есть это последнее видео, которое уже в 2 недели, говорят, не стримит. Поэтому я вот зашел, посмотрел, смотрю. И правда, вот последнее видео 2 недели назад и больше ничего нет. То есть не играть 2 недели, да ладно. Ну, то есть, как бы, видно почему. Ну, потому что неинтересно уже. Насколько я знаю, даже в списке, по-моему, Изиков вообще нету. В списке Альянсов. То есть они не первый, не второй, не третий, не шестой. Вообще, они, по-моему, пропали. А что? Ну, для Альянсов ничего нету. Поехали дальше. Зуберг, который частенько, в принципе, стримит там, тем не менее. Вот, 4 дня, 5 дней назад, 3 дня назад. Ну, и то такой разрыв. Неделя, вот, видите, короче, через неделю только стримил. Видите, бывает вообще, короче, не стримить. Ну, как бы вот так вот. Интерес все-таки пропадает. Понемногу он пропадает, пропадает. И есть только некоторые, которые там что-то там еще до сих пор, да, тянутся. Но, тем не менее, у человека 11 тысяч подписчиков. Знаете, что самое обидно? Что у самой, 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 самой хреновой тёлки, которая тёлка стримит в, этот, в картошку даже. И то у неё 1013. Это у самой хреновой стримерши. Учитывая, что она девушка, её там, короче, смотрят там другие мужики, да, скажем так. У других там есть там рыжая, ещё кто-то есть там 40 тысяч, 50 тысяч. То есть, у топовых, конечно, да, Джоу, там, Анвей, все эти чуваки, вы все знаете, там, миллионы, короче. То есть, как-никак, ну, блин, ну, за своё время они там набрали. За своё время, опять же, говорю, на начале, когда там картошка развивалась, на начале. То есть, здесь на начале никто не может набрать. Ни я, ни, блин, Зуберг, ни Снэйк, ни вообще никто. Чавес, единственный, который, насколько я знаю, там, он там, вроде бы, Вась-Вась, короче. И, мне кажется, его там заставляют, наверное, стримить. Поэтому он ничего не может никому сделать, он стримит. Хотя, хрен его знает. Да-да, нет-нет. Учитывая, что его выгнали из Изиков, Снэйк выгнал, как бы, вот, потому что ему там 640 дали. Ну, всё-таки, какие-то преимущества, там, Mail.ru протаскивало его, там, скажем так. И поэтому, что-то он смог там набрать 9 тысяч. И то, с помощью Mail.ru 9 тысяч. Да ну нахрен, да надо, чтобы было там по 50-100 тысяч у людей, подписчиков. А их нету по одной простой причине, потому что онлайна нету. Вот, вот, он единственный, кто так более-менее стримит, там. И тут тоже вот есть моменты неделю назад, неделю назад, неделю назад, неделю, 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 неделю. Но, знаете, что ещё? Ещё был такой, я просто как пример выбрал, для показать вот этой фишки, что на самом деле происходит. А, Флорик, в данный момент Олег Ливанов, он переименовался, смотрите, это видео, все видео, видите? То есть, у него нету, он сколько снимал обзоров по Армате, последний у него обзор, это PlayStation 4, ранний доступ, проект Армата. Вот, он снимал, короче, есть. Но, а где все видосы по Армате? У него, походу, так бомбануло, что он всё грохнул с Арматы. Я зашёл в плейлисты, чисто в плейлисты, вот, плейлисты, мужики. И смотрите, что я наблюдаю. Удалено видео, удалено, удалено, это то, что у него есть. В проекта Арматы практически ничего нету. Сравнение графики Армат Борфар против World of Tanks. Удалено, удалено, удалено видео. Удалено, смотрите, вот это всё, короче, с Арматой, с боями, там, со всем этим темам, короче. Некоторые там остались, вот, проект Армата, время тащить вместе с Red Cal, там, та-та-та-та-та. Такие новостные, да, всякие эти, праздничный стрим, типа. Ну, всё, все катки, всё, всё удалено. Вы представляете? Он, единственное, по-моему, кто набрал 31 тысячу, 31 тысячу. И после выхода 0.18, когда игру испортили, ей просто пришёл кирдык. Вот конкретно, ей просто пришёл кирдык. Вот у него 31 тысяча. Это самое большое количество, кто смог набрать, мне кажется, со всех. То есть, мужики, вы понимаете, что происходит, короче. И, опять же, обращаясь к Mail.ru, ну, как бы, ребят, ну, конкретно, все знают, что Армата была охрененная, когда было 0.18. Это была фишка. Вот верните 0.18, конкретно, я вот вас прошу конкретно. Бросьте всё, переделайте, все силы бросьте на это. И пускай будут писать в комментах, да никто не вернёт. Да, ну, не вернёт и не вернёт. Ну, да. И что? Ну, не вернут, ну, и круто. Поздравляю, никого вообще не будет. Вот, или как-то танки, вы вспомните, как танки поворачивали быстро, они вот так вот двигались, вообще бомбезно, короче. Танковали, была броня, вообще был огонь просто, никто не боялся ехать, геймплей был бомбовый. Сейчас это копия картошки. Никуда не выйдешь, везде ты получишь, в туры пробивают, как бы, менять надо, менять надо, менять. Матчмейкер потом уже сам настроится, когда будет огромное количество людей, игроков вернутся, и матчмейкер сам уже начнёт определять, кого, куда, в какую команду бросить. И там уже будет намного больше статистов, по 5-7 статистов с одной стороны, с другой, и они будут компенсировать, тащить слабых игроков. В данный момент я захожу, и каждый бой одни раки. Одни раки, вообще капец, капец, там просто жесть. Или выходит чувак, у которого 10 тысяч боёв в ПВЕ, и 77 боёв там у него в ПВП. Он выходит, и он вообще дупля не стреляет, что ему делать, алё, ааа, вот такой, короче. Ну, вы же должны понимать конкретно, оптимизации не существует в игре. Я лично не могу стримить, я могу все остальные игры стримить, Армату не могу, приходится всё выключать, короче, на меню. У Зуберга компьютер мощный, и он пишет, да, он тебя не тянет, потому что лохобанский компьютер. Да, мощный у него комп, мощный. Но не тянет, не тянет, просто капец. Эти танки, эти акции уже никому не нужны, уже просто конкретно прошла эра. Надо работать, работать, заниматься проектом и продвигать игру, а не страдать хернёй, красить танки в красный, синий, зелёный, блядь, фиолетовый цвет. Продавать, короче, их конкретно. При этом оптимизации ноль, для альянсов дел ноль, ни глобалок, ни хералок нет, ничего, короче, брони нет, матчмейкера нет. Нет, графика, короче, самая хужая из всех, которые есть на самом деле сейчас. Вёрдов Тенкси то переплюнуло. Тундра то понятная, короче, она на первом месте. Как бы вот так вот. Единственное, что есть, это танки как ездят, и то ОБТ стали медленно поворачивать. Ну, превратились в картошку. Вот так вот, еле-еле. Раньше, вы вспомните, как они поворачивались. Да я ездил, да я играть, я сидел по 12 часов, мог сидеть и играть. Потому что мне кайфно было, как они двигаются, как они ездят, как они вообще... Ну, когда вот это, оно едет, еле-еле, едет, 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 короче, очень медленно. Вот эти прыжки, когда ты на сфинксе, короче, на стриме, я подлетел на 10 сантиметров от земли, еблась и на 600 хп потерял. 600 хп! Вы представляете, что такое 600 хп? Потерять, оторваться от земли на 20 сантиметров. Ну, это цирк. Цирк, конкретно. Как бы вот так вот. Я хотел, конечно, там зайти потом в игру, но, опять же же, я показывал у себя на стриме онлайн. У меня там, я не знаю, человек может 150-200, короче, в списке, в друзьях. Поэтому так расскажу, чтобы не клеить потом видос, это все, там, заходить. В районе 200 человек в друзьях, и из них только 15 человек играет. 15! Остальные все, там, 170, грубо говоря, или там, 180, просто жестерк. Мертвые, никто. В альянс у меня рассыпался. Опять же, даже не про моей реально вине. По вине разработчиков, которые не слушают, скажем так, геймеров, стримеров и всех остальных. Просто, вот, не понимают, что надо. Или неправильно, короче, как-то делают. Или, или что-то, я не знаю. Честно, возьмите на работу, короче, кого-нибудь, кто, блин, понимает, что и как делать, что надо для игры. Вот мнение общее. Вам же пишут на форум. Да, блин, честно, я что, я вот не против. Возьмите меня, я приеду в Москву, я, блин, это, сам лично помогу, расскажу, и как, и что надо. Мы там обсудим дискуссию, поведем, проведем, что, куда и зачем надо, для чего надо. Это, что люди хотят, что геймеры хотят, как повысить онлайн. Вот, что людям надо. Вот, то, что я перечислил, это все и надо. Графон, оптимизация, матчмейкер, броня, блин. Вид не пластмассовых танков, короче, новые звуки, нормальные, короче, блин. Графон там, я не знаю, все, все. Спецэффекты, взрывы, красоту. Будет все. Для альянсов, короче, бои. Чтобы альянсы просто не существовали. Толку, что ты там в топ-1? Да никакого старания, мне даже альянс неохота поднимать. Да смысл. И весь альянс рассыпался вот как раз именно за разработчиков. Потому что игроки уходят, они говорят, Саня, я не могу в это дерьмо играть. Ты же ушел. Ушел в картошку. Саня, я не могу в это дерьмо играть. Ушел в корабли плавает. Саня, я не могу в это дерьмо. В красаут ушел. Я в CSGO. И вот так вот все пэм, пэм. Кто кому что нравилось. И все ушли. И я даже, когда говорят мне, давай сдержи альянс, давай там будем тренировки. Да какие тренировки? Да что я могу сделать? Люди уходят. Я их что, цепью, короче, обмотаю и привяжу к танку? Нет, я ничего не могу сделать. Я такой же игрок, как и вы и все остальные зрители и подписчики. Вот так вот. Только что у меня канал как бы есть. Я, в принципе, говорю то, что думаю и что есть. Поэтому это опять же, опять, это не в обиду, короче, ни разработчикам. Ничего, как бы это ни звучало. Но факт налицо. Уходят топовые игроки. Онлайна практически не существует. Возвращать надо игроков. Я понимаю, для чего это все делается. Но не это надо. Ни акции, ни ваши танки, ни новая ветка, короче. Ничего. Геймплей. И все, что я перечислил. Броню и тд, и тп, графон, оптимизация. Все, все, что я перечислил. Вот это вот надо. А еще лучше вернуть 0.18, как было. Вот просто 0.18. И просто дипиксель ханкинг был. Расшить броню. Не такая, чтобы такая точечка была, что в нее хер попадешь. С хреновым компьютером. А чтобы вот так вот расшить больше. И туда, поверьте, любой попадет. И слабый игрок. И статист, короче. И все туда смогут выцелить. Будет во. Но если никто ничего не сделает, поверьте. Поверьте, блин. То, что если вам даже там плевать, может быть, да. Ну, я скажу, что игрокам точно тоже так само, наверное, плевать. И скорее всего, вообще никто не будет играть. Так что тут, как бы говорится, дело, наверное, за разработчиками. Поэтому видео, честно, я снял. Опять же, для того, чтобы там что-то там оскорбить или еще что-то. Может, там где-то как-то выглядело грубо. На самом деле нет. Я, как говорится, всей душой за вас и готов помочь. Даже готов предложить свою помощь, приехать и продвигать в плане, там, я не знаю, там, именно геймплея. Что надо, как надо и все остальное. Готов. Готов вообще не вопрос. Ну, как бы вот так вот. Ну, что могу сказать, ребята. На этом все. С вами был Император Прайм. Мое личное мнение. И как бы хотел поделиться. Хотя видео длинное. Так что уж простите за это. На этом все. Буду заканчивать. Всем спасибо. Всем пока. Удачи. До скорых встреч. Пока-пока-пока. Будем надеяться на лучшее, как всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...